всем привет один знакомый попросил заточить и восстановить по возможности доставшиеся от деда вот такую бритвочку паваса с этой стороны made in Germany сейчас пока бросим замачиваться камушек состояние оставляет желать лучшего но в принципе по возможности все исправим ручки в комплекте к сожалению не было так как она раскололась довольно давно сначала будет обработка на бормашинке бормашинка довольно простая борт набор насадок практически весь заменился ну вот потом продолжим что из этого выйдет ручку подбирать будем скорее всего из старых сломанных бритв но коробочку я думаю также подберем для начала нам понадобится убрать всю ржавчину все следы коррозии в общем все дефекты устранить так сказать царапина ставим вулканитовый кружок чтобы убрать изначально весь этот ужас ну вот мы удалили все основные следы извиняюсь вечер и плохо уже что видно это мой фактически первый опыт обращения с камерой с таким видом съемки так что не ругайтесь за это время пока будет замачивать вот этот вот камушек тысяча шесть тысяч предварительный обработки финишировать будем на тюлингском шлифере сейчас попробуем набрать фокус с фокусом не все так просто ну и так как нет штатива снимаю одной рукой сами понимаете это не очень удобно это вводный сланец для оправки доводки бритв ну вот поменял насадку на вылочный кружок ну паста всем известный диалюкс белого цвета для финишных и полировочных работ прошло примерно около 15 минут ну поверхность если будет видно сейчас попробую приблизить это все дефекты от ржавчины от коррозии устранены при помощи шлифмашинки это все будет убираться мелкие риски по возможности предстоит еще довольно длительный процесс заточки и восстановления режущей кромки так как можно это увидеть состояние оставляет желать лучшего ну что ж продолжим пока камушек замачивается процесс продолжается что заполировали бритву в принципе основная часть устранения следов ужаса и времени устранена так как оригинальных заклепок медных я не нашел буду использовать вот такого плана они не то медные не то а медненные гвозди ручка для бритвы придется использовать старую сточную бритву нашел подходящего размера ручку ну и в данный момент сейчас сниму все это и буду уже переставлять на непосредственно сам клинок так пока все ну а вот спустя час ставим гвоздик так называемую заклепочку ну вот сама ручка подошла идеально сейчас переставим небольшой шайбочкой чтобы это все было более или менее аккуратно ну а дальше уже будем переходить непосредственно в процессе заточки вот спустя еще какое то время с помощью двух молотков получились вот такие вот заклепки уход у бритвы стал вполне себе приятный ну я считаю эта ручка очень даже симпатична с этим лезвием ну это мой взгляд ну соответственно камешек готов к использованию дальнейший результат будет попозже итак приступим непосредственно к выравниванию режущей кромки попробую показать здесь есть небольшая седловидность сама режущая кромка она не прямая она имеет небольшую но вогнутость разница вот в этом месте примерно полмиллиметра если это заметно ну и состояние самой кромки очень плачевное ну по всей плоскости буду приводить ее в божеский вид очень неудобно скажу вам снимать и делать какие-то движения покажу сам процесс как-нибудь в следующий раз ну а сейчас приступаю к удалению дефектов в процессе заточки выявились непонятные неприятные дефекты сейчас попробую это показать когда режущая кромка как бы отогнута в сторону из этого следует что придется стачивать значительную часть чтобы выровнять все эти дефекты в общем так как нет дневного света показать качественно кромку очень и очень сложно да так так ну вот если видно ну в общем буду бороться покажу Субтитры сделал DimaTorzok Заточку произвожу на шеститысячном камушке водном, довольно твёрдый на керамической связке. В данный момент даже не столько заточка, сколько выравнивание. Прошло примерно 2 часа, но дело движется к финалу. Прошло уже до 1 часа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далее буду переходить Вот на этот вот Специально для бритв Ну, для ножей я его не использую Потому что не вижу смысла Ну, все, пока Сделаю перерыв А, чуть не забыл Хотел сказать о небольшой хитрости При заточке Я использую обычную изоленту Наклеивается на обушок Это позволяет выровнять Небольшой угол Изменить И движения Те же самые Единственное, усилие Вообще практически не прилагается Бритва должна ездить Под собственным весом То есть буквально Аккуратно ложите И С теми же движениями Не прикладывая практически никаких усилий Это позволяет затачивать Именно саму Вежущую кромку И давая бритве Отгибаться на микро уровне Я помню Где-то об этом писали Так что Очень полезная Оказалась Статья Дефекты устранены Осталось довести На более тонком Натуральном камне После чего Непосредственно Доводка уже Много Кто чего говорил Снимал И про досочки И вот такие вот Это еще Советское наследие С одной стороны Здесь просто Кожа Были также еще С одной стороны кожа С другой Такой солдатский ремень Также С пастой Кожа Разная В принципе Об этом Неинтересно говорить Все-все Пока Доводку буду Осуществлять Вот на таком Вот камушке Так называемый Тюринский шифер Природный сланец Зернистость Ну кто как Утверждает Что от 8 До 12 тысяч Грит Ну в принципе Это такой Бритвенный камень Достаточно Практически гладкий Не ощущается ничего Основная часть Работы сделана Осталась Самая финишная Доводка На камне Потом немножко На коже В общем-то и все И процесс будет завершен Ладненько Буду продолжать Ну вот Результат Работы Около Трех часов Ну это с перерывами Получился вот такой Девайс Коробочку сейчас Подберу Открывается Довольно плотно Но мягко Получился Бритва готова К бритью Голосок Нарезает Порядка сантиметра От лезвия Надеюсь кому-то Было интересно Это видео Всем спасибо До свидания Продолжение следует